Привет дорогие друзья, снова с вами Замерус. На прошлой неделе нам добавили новую французскую самозарядную винтовку МАЗ-44. И сегодня мы разберем ее, стоит ли ее использовать и какие варианты прокачки подходят, а какие нет. Но начнем с анлока. Для анлока винтовки вам нужно выполнить задание главы. Эту главу можно выполнить будет до 31 января. А также в будущем, после 31 января, винтовка будет доступна для покупки за Company Coins. Кстати, многие из вас жаловали, что не могут купить оружие первой главы Увертюра и стволы второй главы, например, ЗК-383. Как оказалось, прошлым патчем DICE сломали функцию покупки оружия после ивента. По идее, сегодня, 29 января, DICE починили эту функцию и теперь трудностей с покупкой стволов не будет. Ну и возвращаемся к МАЗу. МАЗ по своей натуре является неким миксом между G-43 и SMLE Turner. По набору специализаций скорости полета пули винтовка очень схожа с G-43, а вот по темпу стрельбы и урону МАЗ можно назвать копией SMLE. Но есть и особенность. Это скорость полета пули. МАЗ обладает самой быстрой пулей в классе. Его может обогнать, наверное, только G-43 со специализацией усиленные патроны. Но если у МАЗа выбрать данную специализацию, то мы получаем скорость полета пуля в 902 метра в секунду. Это невероятная скорость для ДМР-эк штурмовика. И на мой взгляд, эта специализация четвертого уровня является обязательной для использования. Снижать вертикальную отдачу я не вижу смысла, так как это ДМР-эк штурмовика. Они никогда не отличались высокой отдачей. Ну а теперь кушные числа Мэйсон. Урон максимальный 45 на дистанции до 25 метров. Урон минимальный 28 стартует на дистанции в 75 метров. Темп стрельбы 380 выстрелов в минуту. Перезарядка обоймы у нас занимает 1,36 секунды. Перезарядка одним патроном идет 0,5 секунды. Перезарядка с отъемными магазинами иная. Полная займет 3,36 секунды. Тактическая 2,33 секунды. Когда я лично начинал качать массу, я решил его качать точность по правой ветке. Но первым модулем взял быстрое прицеливание, потому что это удобно для более активной игры, когда вы на бегу стреляете. Но возникли некоторые трудности при использовании такой сборки. А все по причине отсутствия отъемных магазинов и низкой точности при стрельбе от бедра. Если держать дистанцию и работать по тылам, то при данной сборке можно быть эффективным. Но, к сожалению, не на всех картах. Например, на том же Devastation будет сложнее, чем с другой сборкой бегать. А другая сборка более интересная, которая позволяет играть вам более свободно. Это сборка по левой ветке с последней специализацией на усиленные патроны с высокой скоростью полета пули. Эта сборка очень вариативная, так как из-за улучшенного разброса при стрельбе от бедра легче работать на коротких и экстремально коротких дистанциях. А из-за высокой скорости полета пули вы можете быстро убивать противника на дистанции с минимальным упреждением. Но точность стрельбы, в отличие от первой сборки, снижает. Эта сборка подходит для пехотных карт в стиле Devastation, а также для больших карт в стиле Hamada. Очень забавная и удобная сборка, которая позволяет, кстати, использовать все виды прицелов. Все зависит от того, на какой карте вы играете. В целом, МАС-44 отличное пополнение арсенала штурмовика. С одной стороны, у нас очень быстрая пуля, как у G-43, а с другой, высокий темп стрельбы и неплохой урон для вариативной игры классом штурмовик. К сожалению, МАС не смог избавиться от болячки многих стволов BF-5. Это однообразие сбора. Левая ветка с усиленными патронами самая удобная и эффективная, лично на мой взгляд. По правой ветке можно идти, но эффективности такой, как у левой ветки, не будет. Какую сборку предпочитаете вы? Ну и как вам вообще ствол? Жду ответа в комментариях. Ну вот, думаю, на этом все. Большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся с вами на поле боя. Всем удачи, всем пока. Ну так ты с командой ТС-3, да? Ну что, команда непростая. Многие идут не своим годом, после отсрочки. Так что ты сначала... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok